Уважаемые друзья, сейчас я покажу, как можно зарегистрировать себе кошелек в платежной системе AlertPay. Для этого необходимо зайти на сайт alertpay.com, набираете этот адрес в своем браузере в адресной строке и перед вами откроется вот такая вот страничка. Те люди, которые ранее уже были зарегистрированы в AlertPay, возможно они немножко удивятся, потому что интерфейс поменялся. Связано это с тем, что AlertPay заключил договор и сейчас сотрудничает вместе с британской компанией Pillars Ltd. Ничего страшного не произошло, наоборот, улучшен сайт, он теперь работает более быстро, появился ряд новых функций и AlertPay перешел на платформу payza.com. И вы когда зайдете на сайт AlertPay, все что вам необходимо будет сделать, если у вас уже есть кошелек, это просто нажать на оранжевую вот эту кнопочку go to payza. После чего вам будет предложено опять же ввести свой логин, в качестве логина является адрес вашей электронной почты и свой пароль. Абсолютно все внутри кошелька у вас останется, ваш баланс, движение денежных средств, отражение финансовых операций, все-все-все остается прежним. Просто немного изменен сам интерфейс, сам дизайн кошелька. И для того, чтобы вы могли сориентироваться, сейчас я вам все покажу, как внутри обстоит. Также я сейчас покажу, как необходимо зарегистрировать себе кошелек в платежной системе AlertPay. Итак, вы зашли на сайт alertpay.com, вверху вы видите справа вверху оранжевую кнопку sign up now, переводится это как присоединиться. Нажмите, пожалуйста, на эту кнопку. Теперь у нас загрузилась вот такая вот картинка и опять же есть предложение перейти на платформу pay.com. Нажимаем на вот эту вот оранжевую кнопку sign up at pay.com. Открывается у нас следующая страничка и здесь вы видите, нам предлагается несколько вариантов, какие типы аккаунта мы хотим выбрать. Personal Starter Account, Personal Pro Account или Business Account. Нам необходимо выбрать первый аккаунт Personal Starter, зелененький вот этот. Нажимаем на синюю кнопочку Select. По умолчанию ваша страна уже вверху должна стоять. Вот у меня стоит Ukraine, Украина. Все, у нас загрузилась следующая страничка и здесь нам необходимо заполнить регистрационную форму. Salutation это обращение, либо мистер, либо миссис. Мы здесь выбираем. Далее у нас идет first name, это фамилия, пишем фамилию. Last name, пишем имя. Далее немного ниже адрес line one, пишем свой адрес, просто название улицы. Ставим пробел, пишем номер дома, еще раз пробел и номер квартиры. Адрес line two, это строка необходима для того, если у вас не хватило места в первой строчке, вы можете продолжить во второй. Поэтому я ее пропускаю. Далее у нас идет city, это город. Мы здесь опять же на латинском указываем название города своего. Немного ниже еще у нас здесь регион необходимо указать. Ну я опять повторяю название своего города. Далее у нас идет postal code, это переводится как индекс и здесь необходимо его тоже обязательно указать. Еще немного ниже вы видите стоит уже страна по умолчанию. Ukraine у меня стоит. Далее здесь обратите внимание мобильный телефон, home phone. И вот здесь уже в зависимости от вашей страны по умолчанию стоят первые цифры. Вот в данном случае в Украине уже плюс 380 уже стоит. То есть необходимо просто продолжить номер телефона. Я его продолжаю. Далее внизу вы видите occupation. Это род деятельности, чем вы будете заниматься. То есть вы из предложенных вариантов выбираете себе. Ну вот я в данном случае выбираю sales, marketing, advertising. Продажи, маркетинг, услуги. Еще немного ниже необходимо выбрать дату рождения. Обратите внимание, что американская система, то есть в начале мы выбираем месяц, только потом день. Вот я сейчас выбираю здесь все это. После того, как я заполнил форму, необходимо внизу нажать на синюю кнопочку next step. Я нажимаю на эту кнопку. Сейчас у меня загрузится следующая страничка, где необходимо будет продолжить заполнение некоторых данных. Итак, вот она у меня загрузилась и вы видите. Еще также дополнительно необходимо ввести email адрес. Вы сюда вписываете свой email адрес. То есть у вас уже должен быть создан адрес. Желательно, я рекомендую создать его на gmail.com. Еще ниже вы видите, есть строчка, называется паспорт. Это пароль. Пароль для входа в ваш кошелек AlertPay. Придумайте себе, пожалуйста, этот пароль. Желательно, чтобы он состоял минимум из 8 знаков. Можно применять как буквы, так и цифры. Желательно даже буквы с цифрами применять. Еще немного ниже, re-enter паспорт. То есть мы должны повторить пароль. Теперь обратите внимание, есть чуть-чуть ниже такая строчка, как transaction pin. Что это такое? Это финансовый пароль, который необходим для денежных перечислений с вашего кошелька AlertPay. Либо, если вы захотите завести деньги на свой кошелек, тоже необходимо будет указывать этот пароль. Этот финансовый пароль должен состоять только из цифр, либо 4, либо 8 цифр. Поэтому мы вот здесь его указываем. Немного ниже, re-enter transaction pin, мы повторяем свой финансовый пароль. Теперь ниже предлагается нам выбрать секретный вопрос и дать на него ответ. Это делается для того, в случае, если у вас возникнут какие-то проблемы с вашими паролями, в том числе с финансовым паролем, от службы поддержки платежной системы к вам придет запрос. И также придет запрос с вашим секретным вопросом, на который вы должны будете дать ответ. Выберите себе здесь удобный для вас вариант. Ну, тут достаточно легкие вопросы. Даже для тех людей, которые не знают английский язык, они могут легко их перевести. Кто был вашим первым учителем? Как кличка вашего домашнего питомца? Какой первый автомобиль вы водили? Ну, и прочее, и прочее. Ну, вот я, допустим, выберу, какой автомобиль. Немного ниже дальше спрашивается у нас, будут ли третьи лица использовать ваш кошелек. Здесь уже по умолчанию стоит No. Вы так и оставляете. И теперь обратите внимание, вот внизу обязательно необходимо заполнить также вот эти буквы с регистра, с картинки. Вы их сюда вписываете. Если вам плохо видно буквы, кстати, посмотрите, вот здесь справа есть. Три такие вот кнопочки. И самая верхняя кнопочка называется Обновить. Вы можете на нее нажать один раз, и ваши буквочки, ваша картинка поменяются. Ну, мне видно мои буквы хорошо, поэтому я обновлять не буду. И я просто их ввожу. Вот точно так же, как на картинке. То есть, смотрите, вот я написал первое слово, потом обязательно надо сделать пробел. Второе слово у меня начинается с большой буквы. То есть, я пишу большую букву. И потом продолжаю точно так же, как на картинке. Вот я ввел буквы. И немножко ниже мне необходимо поставить галочку. Это говорит о том, что я соглашаюсь с условиями платежной системы. И нажимаю на синюю кнопочку Final Step. Последний шаг. Финальный шаг. Сейчас у меня загрузится следующая страничка, где меня будут поздравлять с успешной регистрацией. И здесь также говорится о том, что вам необходимо зайти на ваш адрес электронной почты для того, чтобы подтвердить регистрацию в платежной системе. То есть, теперь вы заходите на свою электронную почту. На электронной почте уже к вам пришло письмо. И для того, чтобы активировать свою учетную запись в платежной системе, вот необходимо нажать на такую синюю ссылочку. Click here to validate your email address. Нажмите, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты. Вы нажимаете на эту ссылку на своей почте. И автоматически вы переходите в свой личный кошелек. Вот, пожалуйста, выглядит кошелек таким образом. Здесь отображается ваш баланс. Все очень просто сделано. В основном все функции находятся... Вверху есть зеленая такая кнопочка MyPayZ Account. Если вы на нее нажмете, вот тут практически все функции находятся. Разобраться достаточно просто. Ну вот, регистрация у нас завершена. Для того, чтобы участвовать в партнерской программе Infinity Downline, если вы создавали этот кошелек. С этой целью теперь вам необходимо завести на свой кошелек 25 долларов и оплатить участие в партнерской программе. Поздравляю вас с регистрацией кошелька в независимой платежной системе AlertPay. Желаю успешного бизнеса.